Звон колоколов в вечерней тишине возвещает один из 12 главных церковных праздников. Это сокровенное таинство и великое чудо одновременно – крещение. Мы сейчас только окончили богослужение, как в сам день крещения, так и в сочельник совершаются особые богослужения. Мы отслужили сегодня уже Великую вечерню, после него был совершен крестный ход с членом освящения. Сейчас закончился уже утренний у нас, в ночное время мы не совершаем богослужения, теперь уже утром мы будем совершать праздничную литургию, крестноходный источник и великое освящение воды. Праздник – один из древнейших христианской традиций, известный также как теофания. В переводе с греческого это означает «богоявление». По преданию, в момент крещения Христа явился голубь, как олицетворение Святого Духа. Поэтому раньше на крещение было принято выпускать этих птиц, как знак божественной благодати. За тысячу лет существования праздника он не изменился. Главным его символом остается вода. Раньше на крещение купались не все, а только те, кто во время святок ходил ряжеными. Таким образом, они хотели смыть себя, как тогда говорили, бесовскую личину, то есть снять грех общения с нечистыми силами. Сегодня окунуться в крещенские воды приходят все желающие. Одни – соблюсти старинную традицию, другие – проверить силу духа. Центром православного праздника в Курской области стала Коренная пустынь. Совершить обряд крещения можно было прямо на территории монастыря, в оборудованных купелях. Вместе с верующими окунуться в освященную воду спешат и монахи – отец Аверкий и отец Анатолий. Радость испытываем, благодать такая, что словами нельзя это передать. Надо просто взять и попробовать самому. Укрепиться духовно, источник помогает. Я верю в это, что болезни мои, как телесные, болезни души, Матерь Божия по своей милости исцелит. Через воду и создан был мир, и, наверное, и сейчас вода, конечно, вот, агиасма, она имеет особое значение для всех. А сейчас есть возможность целиком окунуться, представляете, там буквально капелька делает чудеса, а тут можно самому окунуться. Даже несмотря на то, что температура воды 8 градусов по Цельсию, верующих людей это не смущает. Те, кто не боялся замерзнуть или не хотел стоять в очереди, окунались прямо в реку. Для обряда крещения недалеко открытых купелей оборудовали специальную прорубь и ордань. Шикарно! От этого неправильно. Отлично вообще. Тускарь в этом месте неглубокая, поэтому, чтобы окунуться с головой, приходилось становиться на колени. У некоторых получалось даже проплыть. По утверждению верующих, погружение в освещенную воду придает силы. Тем не менее, рядом с открытой купелью дежурили медики и спасатели. Организованность была с 18 часов. Народ постепенно подходит. Ожидается поток ближе к 12 часам. Пока обстановка нормальная, пока без эксцессов, пока все проходит на уровне. Ближе к полуночи число верующих возросло. В Крещенскую ночь коренную пустынь посещают несколько десятков тысяч людей, говорят священнослужители. Этот год не стал исключением. Сюда приезжают не только из Курской и соседних областей, но даже из столицы. Отлично, вообще обалденно. Еще крещенские морозы вообще в тело взлоба. И хотя долгожданные крещенские морозы в эту ночь так и не ударили, чтобы искупаться в студеной воде, нужна решимость. С Божьей помощью, я думаю, все будет хорошо. Вода, честно, теплая. По крайней мере, в другие разы было холоднее. Сейчас ощущение бодрости, свежести. Чувство какого-то трепета в душе. Николай Ефимов совершает обряд каждый год, уже в течение 12 лет. Он уверен, крещенская вода омолаживает, придает здоровье, укрепляет дух. Я болел. И после болезни я окунулся в первый раз. Больной. И мне отдалось. А вот Александр Болотов приехал испытать себя впервые. В том, что сможет преодолеть себя, даже не сомневался. Потому что люблю очень Бога. И хочу, чтобы Бог помог всем. Новичков у крещенской купели было немало, в том числе и совсем юных. Не испугались холодной воды и девушки. Родственницы Елена, Наталья и еще одна Елена на крещение купаются не в первый раз. Эта традиция передается у них исключительно по женской линии, шутят они. Невероятные ощущения. Просто класс. Подобные чувства испытывали все, кто провел праздник крещения по всем канонам. Вы когда-нибудь пробовали это делать? Попробуйте, тогда вы узнаете. Однако не надо думать, говорят священнослужители, что искупавшимся будут прощены все грехи. Крещенская вода прежде всего обновляет человека. Раньше даже снег, собранный в этот вечер, считался целебным. Поэтому отдельная очередь выстроилась к источнику. Где-то, наверное, часа два стояли. Эта вода очень целебная, очень такая. Сила в ней. Но главная сила рождается внутри каждого, кто даже просто приехал в крещенскую ночь в святые места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...